Приветствую, друзья! Сегодня посмотрим на индекс распределения и накопления, который показывает, что вроде бы 6400 у нас было дно, и теперь биткоин намеревается двигаться к новым высотам. Перед этим два слова буквально. Сейчас биткоин движется вроде бы опять к 9000, то есть мы удержали вот эту вот зону 8600-8800. Должен сказать, что очень многие трейдеры, аналитики считают сейчас, что будет либо продолжение роста и там 8500-8700 удержится, либо это будет краткосрочный рост выше 9000 и оттуда будет падение. При этом почти все считают, что дно, которое было на 6400 долларов, действительно дно и ниже мы туда не упадем. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, так к этому склоняется большинство тех, с кем я общаюсь, кого я знаю по телеграмму, по твиттеру и так далее. Теперь по поводу вот этого самого индекса накопления и распределения. Если коротко сказать о том, что это такое, Accumulation Distribution или AD, такой индикатор, он представляет собой просто линию под графиком. Считается он кумулятивно, то есть предыдущие его значения плюс текущий объем денежного потока. Вот по этой формуле PC это у нас цена закрытия, PL это наименьшая цена за период, PH это наивысшая цена за период, ну и V это объем за этот период. Ну и суть его проста, если индикатор, скажем, идет вверх, а цена при этом падает, то это говорит о том, что скорее всего у актива имеются определенные силы двигаться вверх. И вот видите, скажем, как в этом примере цена пошла после определенного достижения определенного уровня внизу наверх. Ну и соответственно наоборот, если актив двигается вверх, а индекс двигается вниз, то это признак слабости рынка и вполне вероятно цена потом через какое-то время будет падать. Так вот, если посмотреть на этот индикатор на дневном таймфрейме, то вот что мы увидим. За последние полгода, ну или даже чуть раньше, индикатор ведет себя очень похоже на то, как он выглядел в прошлый раз в 2018 году, в прошлом медвежьем рынке. То есть видите, вот такая вот треугольная формация, и здесь она тоже была, эта формация. После этого на момент сужения произошел пробой, как цены, так и этой формации. И потом образовалась вот такая вот закругленная разворотная фигура, причем она нашла поддержку в определенной зоне, которая была как и здесь, во-первых, зона проторговки, так и начало этого треугольного образования, так и здесь тоже самое. Вот она, эта зона проторговки, начало треугольного образования, вот она нашла поддержку. И после этого, после того, как это завершилось, значение индикатора пошло выше предыдущего максимума, ну или трендовую можно здесь продолжить. И то же самое и здесь, то есть видите, очень и очень похожие две картины. Конечно, как всегда, это не дает 100% гарантии того, что рынок у нас развернулся, но тем не менее, закономерность очень интересная. Ну и вторая, менее обычная, бычая штука, по крайней мере, локально, в настоящий момент, да, открытый интерес. Посмотрите, он достигал некого высокого значения два раза до этого, вот здесь, вот здесь, цена после этого падала. И совсем недавно опять мы стали приближаться к этому же значению, при этом чуть-чуть его пока еще не достигли, но вот если мы уйдем за 9000, то вполне вероятно, как раз туда и пойдем. При этом, опять же, пробитие этого уровня и в отсутствие падения будет бычьим знаком того, что на самом деле у нас произошло какое-то смещение настроений на рынке. Как и раньше, тут были медвежьи формации и большая часть из них не отыграла. Это говорит о том, что тренд действительно бычий, но посмотрим, как справится у нас открытый интерес с этим уровнем, отобьется или нет. Так или иначе, 9000 долларов это действительно важный психологический уровень и сейчас у нас здесь вот опять же цена подходит к 8900, это сопротивление. Но в то же время и сужается эта формация, которую мы тоже до этого смотрели, так что будем наблюдать, какой из трендов краткосрочный или долгосрочный будет одерживать верх. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что смотрели. Пока!